Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня самая запрашиваемая тема – средства со слизью улитки, или, как его еще называют, муцин улитки. Что же это такое, насколько он полезен и что он, собственно, дает. Первое средство со слизью улитки сделали еще в 1995 году под маркой Элицина. Тогда был выпущен крем, восстанавливающий с муцином улитки, слизью улитки. После публикации нескольких исследований учеными на эту тему, корейские исследователи заинтересовались муцином улитки и стали промышленных масштабах выпускать кремы, которые теперь мы все знаем. Также фильтрат улитки добавляется во все абсолютно средства, включая тоники, сыворотки и так далее. Сейчас уже даже есть средства для тела с муцином улитки и мыло. Давайте же разберемся, в чем польза улиточного муцина. И поможет нам в этом Ахатин Блонди. Блонди живет у нас уже более двух лет. Взяли мы ее прекрасной маленькой девочкой. В течение двух лет выросла вот в такую красотку. И сейчас мы попросим ее рассказать нам, ну, конечно же, через меня, потому что только я понимаю язык Ахатинов. Да? Говорит, да. Так, уважаемый Ахатин, в чем же твоя польза? Во-первых, есть два типа улиточной слизи. Та, которая помогает им двигаться. Что? Да, да, она говорит красиво двигаться. Хорошо, хорошо, красиво двигаться, элегантно двигаться. Она ужасно обидчивая. Вторая слизь, этот самый муцин, деляется именно в процессе легкого стресса. Например, достаточно просто прикосновения к раковине, к рожкам, когда она пугается и убирает рожки в себя. Извини, пожалуйста. В этот момент улитки начинают выделять слизь. Улитки съедобные и такие несъедобные, как Ахатин. Да, конечно, тебя мы есть не собираемся. Улиточная слизь состоит из воды и муцина, то есть белка. И называется этот белок гликопротеин. Вот. Как раз этот самый белок, гликопротеин, и обладает теми самыми волшебными свойствами, которые помогают улитке восстанавливаться. То есть заживляет ранки, защищает панцирь улиток от растрескивания и помогает чешуйкам слепляться, когда этот панцирь все-таки был поврежден. Отвечает в ее организме за процесс минерализации, восстановления организма. Этот сложный белок помогает уменьшать глубину морщин. Он разглаживает рельеф кожи, ускоряет заживление. По своему действию он похож на различные равнозаживляющие средства, которые стимулируют регенерацию тканей. Муцин помогает избежать рубцевания. Ну и, соответственно, он помогает устранить растяжки. И в том числе, что очень важно, постакношрамы. Согласно различным исследованиям, в муцине также содержится эластин, коллаген и так далее. То есть все составляющие белковые, которые помогают нашей коже становиться более упругой, гладкой. Сейчас у меня на руке, как вы видите, осталась улиточная слизь. Она тоже пригодна для использования. То есть свежая улиточная слизь также пригодна. Говорят, что свежие муцин улитки гораздо эффективнее. Но я придерживаюсь того мнения, что все-таки муцин улитки надо правильно добывать. И та самая слизь, с помощью которой она просто спокойно движется, все-таки не настолько богато теми самыми белками, которые добываются промышленным способом. Как добывают муцин улитки, это извините, пожалуйста, конечно, извините. Но немного, например, повышают температуру. Улитки ползают по специальной сетчатой поверхности, немного повышается температура, они чуть-чуть пугаются и больше выделяют тех самых белков, которые необходимы. Именно те, которые помогают в регенерации кожи. Улиточный муцин стимулирует активность фибробластов, тех самых клеток, которые отвечают за формирование эластина и коллагена. Поэтому мы можем смело утверждать, что эластин и коллаген повышаются в нашей коже. А именно с возрастом, под воздействием свободных радикалов, прямых солнечных лучей, которые также вырабатывают свободные радикалы в нашем организме, эти два вещества, коллаген и эластин, теряют свою силу. И поэтому начинаются проблемы обвисания кожи, потери упругости, соответственно, кожа складывается в гармошку. Чего с тобой, моя дорогая, никогда не случится. Ты будешь вечно молодая. Я тебе так завидую. Теперь давайте поговорим о средствах, которые лично я использовала с улиточным муцином. Действия, которых мне очень-очень понравилось и которые я смело могу вам рекомендовать. Блонди будет плавать, а мы с вами посмотрим. Все улиточные средства приобретались на сайте iHerb. Кроме одного, давайте с него и начнем. Это сыворотка от Dialprose. В принципе, она очень похожа на сыворотку от Mizon по действию, но достать ее гораздо сложнее. Поэтому смело могу вам рекомендовать сыворотку от Mizon. Приобрести ее свободно можно на iHerb. Здесь целых 80% улиточной слизи. Ну, то есть практически она вся состоит из улитки. Средство это просто замечательно. Кстати, оно очень экономичное. Ну, если разносить его на тоник, по ощущениям, оно очень похоже на гиалуроновую кислоту, но фактически оно и стимулирует гиалурон в нашем организме. И эластин, как мы уже поняли. Мне это средство очень нравится. Это моя уже четвертая бутылочка. Я делаю некоторые перерывы. В лунде она тоже, похоже, нравится. Ой! Это мое самое любимое средство. Есть и любители диапроса. Его довольно сложно найти, как вы уже поняли, да? Поэтому я не могу вам его рекомендовать. Кстати, диапрос стоит дороже, чем мизон. А, собственно, действие одно и то же. Такие два замечательных. Лосьон и эссенция от фирмы Benton. Замечательно увлажняют, питают кожу. Очень хорошо впитываются до конца абсолютно. Здесь смесь улитки и пчелиного яда. То есть, здесь то, что очень активно действует на восстановление кожи. И также снимает хорошо воспаление. Benton – это корейский производитель. Называются эти средства Snail Bee High Content Skin, Snail Bee High Content Essence. Мне лично эти средства очень-очень нравятся. Они имеют вот такую вот удобную помпу. Честно говоря, не хочу просто выливать на руку и вам показывать, потому что это не имеет никакого смысла. Он абсолютно прозрачный. Ой, блонди, это не еда. Аромата они какого-то ярко выраженного не имеют. Прекрасно увлажняют кожу. Замечательное средство. С удовольствием использую. Есть вот такие вот большие банки. Это улиточная слизь 100%. Не знаю, как она была добыта, каким образом, в итоге правильным. Или это просто слизь, которая помогает улиткам передвигаться. Но, как вы видите, здесь виноградная, насколько я понимаю. Да, улиточка нарисована. Средство это также корейское. Я приобретала его в магазине Japshook. Насколько я помню, там японская и корейская косметика. Очень много всего. Именно таких вот прям бюджетных-бюджетных линеек. Вот такое средство я пока рекомендовать не могу. Просто потому, что еще не пробовала. Но, в принципе, есть и очень-очень бюджетные средства. Ну, вот в данном случае даже 100% написано. Следующее средство это Cosrx. Также корейский бренд. Это усенция улитки. Называется она Snail 96. Ну, насколько я понимаю, 96% тут улиточной слизи, да? Mucin Power Essence. Об этой улиточной слизи я много-много слышала. Так, тебе нравится? Нет. Говорит, очень простая упаковка. Да, действительно, Cosrx славится своей очень простой. Я бы сказала, аптечной упаковкой. Так вы его и узнаете. Нахер очень большой выбор. И действительно, средств с улиткой там тоже предостаточно. Я решила попробовать вот такой. Тоже еще пока не пробовала. Но очень хорошие отзывы. Вот на этих рожках у нее находятся глазки. Именно поэтому она их так вытягивает, чтобы посмотреть. А, дорогая, у тебя очень красивые глаза. Блонди у нас путешественница. Она все время куда-нибудь пытается удрать. Следующий замечательный крем. Им пользуется моя дочка. Я приобретала его также на Ахер. Замечательная фирма Mizon, которая нам всем очень нравится. Ну и дочка сейчас очень-очень рада. Этот крем прекрасно увлажняет. Снимает, кстати, воспаление. Что и, в общем-то, и должен делать муцин улитки. Крем очень бюджетный. Что-то в районе 400 рублей стоит на Ахер. Насколько я помню, здесь 50 миллилитров. Так что для молодой кожи очень вам советую. Если хотите антивозрастной эффективности добиться, то, конечно же, лучше вот такие вот средства, содержащие большой процент муцин улитки. И если хотите снять немного воспаления для молодой кожи, тогда я рекомендовала бы вам обратиться вот к такому варианту крема, облегченной версии. Как вы видите, все эти средства абсолютно прозрачные, потому что, в общем-то, в основном из муцина они и состоят. Прекрасно разносится по коже, прекрасно увлажняет, и есть такой немножко эффект подтяжки кожи. Не пугайтесь, для некоторых людей, у кого сухая кожа, сразу становится очевидно, что они подтягивают, и люди думают, что еще сильнее сушится кожа, но на самом деле нет. Это просто подтяжка. Вам нужно просто дополнительное увлажнение сверху, какой-то крем. Чуть не забыла рассказать вам о креме, который недавно приобрела, по совету моих знакомых, у которых, находясь в гостях, я его и попробовала. Это крем с черной улиткой, также вот мизон, как вы видите, у меня довольно много средств от этой компании, корейский бренд. Крем очень хорошо впитывается, очень здорово увлажняет, одновременно питает кожу. Удивительно, но он подходит как для сухой, так и для жирной кожи. Приобретала я его также на iHerb. Здесь целых 75 миллилитров, и цена у него очень и очень приемлемая. Все ссылки на это средство я оставлю вам в описании к этому ролику под кнопочкой «Еще». И последнее средство, которое сейчас я использую с большим удовольствием, это DCM или VESIM, также корейский бренд. Это пена глубокой очистки с муцином улитки. Snail Essential X. Пользую я ее в районе полугода, и до сих пор, как вы видите, здесь вот столько еще ее осталось. Она очень-очень экономичная, прекрасно пенится. Вспениваю я ее с помощью мочалочки такой, сеточки. И дает она густую-густую, такую прям плотную пену, которая чудесно избавляет лицо от всех остатков макияжа. Ну, естественно, я не использую только пенки. Вначале я использую гидрофильное масло, а потом уже пенки. Но, тем не менее, я всегда выбираю, как вы видите, пенки, которые не стягивают у меня кожу. Вот это не стягивает. И вот, видите, блонде она тоже нравится. Это не все средства, которые я пробовала, лишь часть. Многое уже закончилось. Что-то я показывала вам в пустых баночках. Будем с вами прощаться. Сейчас мы покормим девушку. Просит не рассказывать о том, что она ест. Да-да, хорошо. А говорит, что она на диете. Яблоки и огурцы. В основном. Ну, и, конечно же, еще белый хлеб. Но об этом мы молчим, потому что обидятся. Спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео оказалось для вас информативным и полезным. Если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх и поддержите нас с блондей. А мы желаем вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok